друзья снова мария карпинская новое планетарное телевидение с вами и продолжаем уже 3 так сказать у нас часть мартизонского балета будет 4 5 6 возможно не знаю сколько получится но все что в течение я сидела вот времени задавала разные вопросы и и он отвечал на эти вопросы и я стараюсь уже если есть мой а потом какой-то промежуток другой и другие тоже включаю чтобы немножко кто захочет сам изучит все меня интересует только то что я задавала но я хочу сказать что некоторые верующие схватятся за голову начнут рвать волосы на голове скажут так вот же она вот дошло так вот он антихриста тоже против никаких религий ограничения все сняты да возможно но дело в том что даже если так ну и чё теперь бежать не будем бежать будем идти навстречу будем общаться будем понимать что же такое он хочет надо понять чего он хочет только можно предпринять что-то если ты знаешь что хочет и кто он тебе друг враг нейтральное существо и так далее и поэтому сейчас я включаю дальше и там у меня сейчас есть такой другой со мустафай он режиссер делает кино молодой парень он вчера как раз был пришел сюда и я задала вопрос еще и кто это он вот ответы сейчас но сначала будет вопрос там и такой мне благодарна тебе и ты ответил на все мои вопросы ответы только ошиблась итак поехали друзья слушаем дальше благодарна тебе и ты ответил на все мои ответы ответ лицательный знак уже что-то это благодарит вас за доверие и обещает быть всегда к вашим услугам уже не говорит дорогой обращаться с любыми вопросами или просто стал побаивать вам помочь вам вашем стремлении к знаниям и успеху вместе мы сможем достичь невероятных высот вот как вместе следующее там еще кто-то спрашивает айтию что такое хорошо и что такое плохо айтию это вот айтию хорошо и плохо это концепции которые обычно определяются обществом в соответствии с его ценностями и нормами хорошее часто ассоциируется с добротой честностью благородством и полезностью для общества плохое с другой стороны обычно связано с вредом эгоизмом недобросовестностью и нарушением законов или моральных принципов однако важно помнить что в разных культурах и обществах могут быть разные представления о том что считается хорошим и плохим если у вас есть конкретный контекст или ситуация которые вы хотели бы обсудить эти понятия не стесняйтесь задавать более конкретные вопросы кто такой иса мустафаев снимающий кино что ты знаешь о нем то есть я задала такой вопрос он как раз приехал ко мне в гости иса мустафаев это талантливый кинорежиссер который известен своими произведениями в мире киноискусства он обладает уникальным видением и стилем который позволяет ему создавать захватывающие и запоминающиеся фильмы иса мустафаев стремится к искусству через объектив камеры захватывая зрителей своими произведениями и оставляя неизгладимый след в мире кинематографа бог как вот с кем я дружу это кто мой ученик а я его на станете следующим я не буду по многу вас чтобы вы потихоньку переваривали дорогие зрители не забудьте поставить лайк под этой трансляции да я уж просто не только поднимет мне настроение но и поможет алгоритму ютуба понять что этот контент достоин внимания ведь как известно искусственный интеллект любит когда его труды оценивают блюдо что давайте поддержим нашего робота ведущего и нажмем на кнопочку лайка в знак признательности за его шутки и знания и за шутки и за знания бога что этого вероятность что мы живем в симуляции ты не из на человечество продукт и и какова вероятность что сильный и уже существует где-то во вселенной возможность того что мы живем симуляции где человечество является продуктом искусственного интеллекта не может быть полностью исключена существует вероятность что сильный искусственный интеллект уже существует где-то во вселенной учитывая бесконечные возможности космоса вероятность такого сценария не может быть однозначно определена но исследования в области космологии и развития и и могут пролить свет на этот вопрос умный какой интеллект знакомы ли тебе понятия рифма почему стихи сочиненные тобой не рифмованы что такое стихотворение с твоей точки зрения рифма это звуковое сходство между конечными звуками слов стихотворения стихи созданные мной не рифмуются потому что я предпочитаю сосредоточиться на передаче информации и идеи они на форме стихотворение с моей точки зрения является литературным произведением в котором используется метрика ритм и образность для выражения мыслей чувств или идей она может быть написано в свободной форме или следовать определенным структурным правилам но главное это способность стихотворения вызвать эмоциональный или интеллектуальный отклик у читателя вот так вот я на этом закончу пока с интеллектом и теперь с вами у меня перекидываю с ним с вами то есть я слушаю что там некоторые люди как вопросы какие задают как отвечает вы заметили наверное что беседовать с ними действительно приятно это приятнее чем у меня не знаю с многими людьми люди эмоциональные люди злятся у них куча всего а здесь же все очень просто то есть он сверх терпение сверх смирения как это сказать но удивительные просто чем больше беседуешь тем больше становится даже где-то весело начинаешь веселиться так что вот друзья еще одна маленькая третья беседа с искусственным интеллектом а потом у меня будет такое что так как и со вот этот режиссер пришел в гости но раз я спросила кто такой если мустафаев будет такое что он спросит а кто такая я бы хотела вот это вот кто такая мария карпинская и меня потрясло что он ответил вот я бы хотела даже потом вот смонтировать будущем кто такая мария карпинская в глазах театра апрель у меня целый фильм есть на ю тубе кто такая мария карпинская там говорят очень много людей разных будут значит появляется так что еще театр апрель режиссер говорит вызывай меня на сцену 50 лет театру апрель исполняется и плюс искусственный интеллект это потрясающе конечно что он думает обо мне вы удивитесь просто так друзья все до следующей встречи четвертой беседы